Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях уже не первый раз, и это радует, потому что всё мы узнаём, что называется, из первых рук. Начальник отдела ГИБДД муниципального управления МВД Люберецкая Илья Викторович Томанов, полковник полиции. Здравствуйте! Добрый день! За то время, которое прошло, мы, слава богу, выбрались из пандемии. Вроде бы уже с трудом, но лето приближается, потому что зима – это, наверное, для дорожного движения одна история, весна – вторая, а лето – это третье. И сегодня мы, как всегда, поговорим с Ильей Викторовичем о тех глобальных проблемах, которые стоят, и которые… Ну, вы же оперируете фактами, прежде всего, то, что у вас происходит. Фактами и цифрами. Да. А вот во второй части мы больше поговорим то, что всегда тоже нравится поклонникам дорожного движения, назовём это так, какие изменения, может, кто-то что-то упустил, может, кто-то чего-то не знает, и в этом всё вы поможете. Да. Но начнём мы, как всегда, с самого, наверное, неприятного момента – это дорожно-транспортное происшествие. Насколько сейчас ситуация усложнилась или улучшилась? Александр Александрович, я с нетерпением ждал этой встречи, потому что действительно так получается, что какие-то и мои планы донести информацию совпадают с какими-то ситуациями, как правило, обострением в дорожной статистике на текущий момент. И сегодня я могу сказать, что на сегодняшний день на территории обслуживания Либеретского отдела ГИБДД шесть происшествий с детьми, слава богу, ни одного погибшего, и, в общем-то, нет сильно тяжёлых детишек. Но создаётся характерная ситуация, которая меня заставила прийти сюда и постараться довести в первую очередь до родителей, потому что понятно, что дети прислушиваются и к мнению родителей, и, может быть, увидят наш эфир, тоже сделают для себя правильные выводы. Так вот, из этих шести случаев, четыре случая – это когда ребёнок не виноват, то есть виноват водитель. О чём мы говорим? Это, к слову сказать, такая же цифра, четыре человека – это пешеходы. Причём какие пешеходы? Это уже два ребёнка, управлявшие самокатом, дети, которые переходят в проезжую часть, и водители по какой-то причине не справляются с управлением. А дальше то, о чём мы здесь уже как-то раз говорили в эфире, то есть человеческий фактор – водитель не успевает. Вот прям характерный пример. Два характерных примера берём для того, чтобы задать тон той проблеме, которую я хочу осветить. Один водитель, не водитель, а ребёнок, управляющий самокатом, северная часть города, приближаясь к пешеходному переходу, на хорошей скорости. Причём я почему рассказываю? Безопасный город камеры сейчас дают полную картинку происходящего. Вот все шесть эпизодов, у нас из них пять на видеокамере. То есть всё прямо видно? Где-то что-то там не очень хорошо, где-то прям, как говорится, полнометражный фильм. Поэтому я рассказываю практически… Я почему ещё раз так вот акцентирую? Вы знаете, мы насмотрелись по РЕН-ТВ, ну, вроде, там, водить по-русски, да, и мы вроде думаем, что это где-то. Это не где-то, это рядом. Рядом, знаю. Я, поскольку на всех этих происшествиях присутствую лично, у меня вот личная боль, которую я хочу донести до телезрителей и, в первую очередь, до родителей. Конечно, если водитель подъезжает, то водитель едет с нормальной скоростью, с предположением, что он может затормозить. Если ребёнок на большой скорости, не останавливаясь, не спешиваясь, что, в принципе, по правилам дорожного движения, у нас не где не написано, у нас в велосипеде надо спешиваться. Но скорость современных самокатов, в том числе электрических, которые как раз... По более, чем на велосипеде, да? Она, да, может поспорить с велосипедной. И вот он на этом самокате сходу хорошо, так и как раз, водитель не успевает, происходит происшествие наезд на ребёнка. Это раз. Второе. Ну, можно сказать, что и водитель не виноват, девушка с достаточным опытом, и юноша, да, юноша от 12 лет не виноват. Потому что выезжали... Это пересечение, такая стандартная тоже ситуация, пересечение тротуара с дорогой, которая выезжает с внутридворовой территории на основную трассу. По правилам дорожного движения водитель должен при... В месте пересечения тротуара с проезжей частью в этом месте должен пропустить пешехода. Для этого не нужен пешеходный переход, какие-то специальные знаки. Да, обязательно. Правила дорожного движения водители обязывают пропустить пешехода, двигающегося именно по тротуарной дорожке. Но он появился внезапно. Стояла машина, большая. Ну, как большая, газель, кунг. Она полностью одному и второму участнику дорожного движения прикрывала обзорность. Ну, опять же, если бы ребенок, если бы его родители сказали, вот, там, сынок, ты подъезжай, ты должен смотреть, ты должен видеть, вот, как там говорят гонщики, ты должен иметь широкий охват зрения, ты должен просчитывать ситуацию, ты должен понимать, что если ты приближаешься к дороге, ты должен ожидать, что по ней ездят машины. А он молодец, он хорошо разогнался за сестренкой, они ехали в бассейн, они молодцы, положительный парень, вообще такая хорошая семья, там, в школе, там, хорошо характеризуется. Абсолютное стечение обстоятельств, которое, в принципе, я за ребенка сказал то же самое. Водитель должен понимать, водитель, находясь в жилой зоне, он должен просчитывать эти все варианты, о чем я здесь хочу сказать. На что обратить внимание? То есть, мы сейчас подходим к периоду проведения начала каникул. Соответственно, государственная инспекция, управление образования, у нас начинается мероприятие под названием «Внимание, дети!». Оно будет длиться до 19 июня, практически до середины лета. Что входит в это мероприятие? Как раз освежить эти навыки нахождения вне школы на проезжей части. Второе. Сейчас у нас будет первый месяц, почему как раз конец июня, первый месяц – это детские лагеря. Там специально будет проведена работа, то есть со школами тоже проработаны определенные программы, есть понимание, как это все будет происходить. Опять же, большой расчет и большая надежда на то, что родители перед началом каникул должны с детьми, первое, самое главное, они должны личным примером показывать, как это должно быть. Во-вторых, они должны все это сесть и освежить. Сынок, доченька. Я просто рассказываю с позиции отца. У меня один уже в институте, вторая школа заканчивается. Я понимаю, как это надо рассказывать. Как это надо работать. Причем детский нигилизм, он, конечно, он работает, и никогда не было, я все знаю, все знаю, хорошо, поменяемся местами. Расскажи мне. Да, да, да. А я как будто бы не знаю. Да, а я не знаю. Давай сделаем наоборот. И вот психологические приемы, то есть каждый родитель должен знать ключик, но он этот перезапуск этого файла, понимание, должен быть. Да, конечно, дети заигрываются, дети о своем думают. Но если это хоть как-то позволит освежить в памяти и позволит предвосхитить вот эту ситуацию трагическую, надо это сделать. Как говорится, даже как просто по-человечески, просто даже для очистки совести. К слову сказать, опять же, параллельно, вместе с операцией «Внимание, дети» у нас с 11 по 29 мая проходит в рамках региональной программы безопасности дорожного движения, разработанной Министерством образования, Минтрансом, Министерством транспорта, управлением Государственной инспекцией Московской области. Мы об этом говорили. Весь год идет в социальных раундах. Что такое социальный раунд? Это на основе анализа аварийности, с учетом сезонных проблем, государственная инспекция со средствами массовой информации, со всеми указанными структурами, в основном за счет интенсивного наполнения медиапространства информация об этой проблеме обращает внимание в данном случае на что? Что такое социальный раунд, безопасная мобильность? Да. Мы уже потихонечку привыкли, но... К вызовам, к вызовам времени. Да, к вызовам. Новый вызов заключается в том, что у нас у детей у наших появились электроскутер, электросамокат, гироскутер, сигвей и электровелосипеды. Велосипеды. И скорость их такая, что ездят они по проезжей части. Причем, опять же, здесь вот наш законодатель в силу разных причин пока отстает от ситуации. Отстает, да. Да. У нас есть происшествие с ребенком или со взрослым на проезжей части с участниками вот этих вот мобильных средств. Мы его оформляем как пешехода. Потому что в проект дорожного движения нет такого. Да, у нас там только велосипед есть. Это механическое транспортное средство, приводимое мускульной силой человека. Все, вот там определение в этом абзаце. Да. Все. То есть это по правилам дорожного движения, по статистическим приказам, то есть как это считать и к чему это относить, это есть. Вся вот эта вот электрическая плеяда, появившаяся на дороге, она ничем не просчитана. И человек, появляющийся прямо на проезжей части на этом устройстве, он пешеход. Вот. То есть в принципе этих людей, детей на проезжей части в принципе не должно быть. Это вот такое упущение в нормативной базе. Над этим работают, к чему придут неизвестно, но пока вот надо понимать. Но они все равно есть, к сожалению. Да. И это серьезная проблема. Потому что, как мы здесь уже сказали, скорость превышает даже велосипедную. Правильно я понимаю, что здесь помимо родительского подхода, это одна история, но и, наверное, важно понимать, что все участники опытные, менее опытные, но участники дорожного движения, я имею в виду водители, они должны понимать, что вот эти вот ребятки, которые едут, они должны быть в сто раз внимательнее. Для водителя это источник сразу принятия решения дополнительного. Ну то есть вот я опять же, как с точки зрения водителя. Вот. Как ведет себя водитель, увидевший что-то странное на дороге. Да. Вот такое вот еще. Ну вот что угодно. Для меня там, вот как правило, то есть машина, переставшая ехать со скоростью потока. Да. Машина, которая совершает какое-то странное движение. Да. Я сразу что, нога убирается с газа, я сбрасываю скорость, нога автоматически переводит. Я еще не нажимаю на газ, точнее на тормоз, но я уже понимаю, что я готов отреагировать. То есть у меня автоматически, человек просто может совершить маневр, задуматься. Но при этом там с женой разговаривает, с мужем разговаривает, поворотник не включил, он просто притормаживает. Ну я готовлюсь к этому. Да, да. Он не знает. Поэтому ногу убрал с газа, там на клаксоне один палец, на дальнем свете другой палец. Да, да. То есть я готов отреагировать, то есть показать, предвосхитить эту ситуацию, быстро отреагировать. То же самое должно быть с водителем, который видит человека, передвигающегося на вот этих электрических средствах передвижения. То есть это источник повышенной опасности. Я вот, если честно, я вот с ужасом, когда вижу, то я понимаю, да, то есть для меня вообще дикая история. Я с вами совершенно... Человек со скоростью 60 км в час, едущий по Москве, еду по этому, с гордым видом, по Волгоградскому проспекту, да, то есть там... А еще не один. Да, не один. А еще кого-то девушку везет, что тоже запрещено, даже чисто логично. Хорошо, если только в шлеме. Да. А скорость падения там и все остальные последствия, так ведь проблема в чем? Ну, он упадет, и там будет это его проблемой, так он упадет под колеса. Под колеса, под колеса. Вот сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях начальник отдела ГИБДД муниципального управления МВД Люберецкая, Леонид Викторович Атаманов. И вот во второй части начнем мы с того, что же делать, как правильно поступить в такой ситуации, когда действительно нормы закона... Да, сейчас говорят о том, чтобы чуть ли не права там, чтобы с правами работали, чтобы это все было записано. Но мы понимаем, что существует лобби тех, кто наоборот эти самокаты продвигает, они хотят зарабатывать деньги. Но вот как избежать вот эту огромную, мягко говоря, неприятность, во второй части мы с этого и начнем. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Илья Викторович Атаманов, начальник отдела ГИБДД муниципального управления МВД Люберецкая. Мы остановились на том, что опасность, когда вы едете, условно говоря, по Волгоградскому проспекту, хоть коль мы его уже начали называть, и вы видите справа движется какой-нибудь молодой человек или даже девушка на самокате. И девушке, да. Хочется как-то сразу же в третий, четвертый ряд перестроиться подальше. Что делать? Достаточно много по этому поводу есть и аналитических справок, и выводов специалистов. Но, к сожалению, в том правовом вакууме пока находится эта ситуация. Единственным спасением остается опыт водителя, желание, стремление просчитать ситуацию, максимально минимализировать риски, которые возможны. И в любом случае это вот скоростной режим и готовность отреагировать маневром на изменение ситуации – это главный способ избежать каких-то последствий. Ну, то есть как бы удвоить свой водительский… Просто внимание, да. То есть вот тот вот наук, то есть увидел опасность, не надо там, сейчас там типа пронесет. Не пронесет. Не пронесет, это точно. Не пронесет. Ну, мне кажется, что быть вдвойне нужно внимательно. Есть одно большое подспорье в этой истории. Оно, к слову сказать, оно и самоорганизовывает. Я, опять же, на своем примере. Я, когда сажусь за руль, две вещи, без которых у меня не появляется чувство внутреннего комфорта. Это пристегнутый ремень. Так. Не буду рассказывать, сколько я посмотрел аварий, почему я имею жесткую убежденность, что это единственный правильный способ сохранить свою жизнь и здоровье в условиях конструкции современных машин. Это вот прям, если логику, если не включать внутренний какой-то вот этот оппортунизм, нигилизм, вот, то это просто внимательно поросмыслить, даже просто почитать на просторах интернета аналитику, будет понятно, что это правильное решение. Второе, без чего я не чувствую себя комфорта, даже, может быть, еще поспорить по составляющей комфорта, это включенный видеорегистратор. Помощник. Причем у меня в машине их еще и назад сделан. То есть такая модель, которая, значит, собирает на флешку информацию и спереди, и сзади. Ну, плюс можно это все посмотреть на телефоне, такой современный, ничего нового. Видеорегистратор – это то немногое, что может спасти водителя от серьезного тюремного срока. Потому что в основе заключения автотехнической экспертизы будет написано, исходя из картинки, о том, что не имел возможности избежать столкновения. Так звучит официальная фраза. Так что два важных момента мы выделяем. Это, во-первых, внимательность и удвоение, утроение, особенно вот сейчас первый летний период. И второй – это видеорегистратор, который, а, мобилизует вас, б, позволяет вам в случае, если действительно этот самокат, ну уж как-то так вылетит, и дай бог все останутся живы, но к вам будут претензии, вы сможете доказать, что вы в этом не виноваты. Причем даже, можно сказать, были такие случаи, когда человек говорит, типа, ты виноват. Я говорю, подожди, вот есть видео, а, есть видео, ну все, тогда вопросов нет. Да, хорошо. Илья Викторович, времени у нас мало, а вопросов много, наверняка наши телезрители ждут, может, какие-то изменения, может, что-то хорошее, может, не знаю. Наверное, они хорошие, хотя я бы предостерег излишне оптимистично настроенных граждан на воспользоваться данной нормой. В апреле месяце у нас появилось постановление правительства 626-е, суть которого, простыми словами, сводится к тому, что граждане, у которых в 22-м в этом году и в следующем, в 23-м, заканчиваются водительские удостоверения, автоматически продляется на 3 года срок их использования. Очень хорошая задумка, потому что, как я и говорил, мне спрашивают, вот наступает, менять не менять, а менять, и потому что нормативная база все равно идет на ужесточение. Ну, она направлена на улучшение, да, потому что сейчас очередные жесткие требования к медицинской справке. Отчасти это была причина принятия этого решения, потому что пока медицинские учреждения в том объеме и качественно предоставить медицинскую справку водительскую установленного братца не в состоянии, это создаст ажиотаж. Мы уже помним, были у нас такие бунты, столкновения с медициной и всякие по этому поводу трактования исполнительной власти, это одна из причин. Там еще, не вдаваясь в подробности, что было в основе принятия этого решения, но мы сейчас имеем отсрочку на 3 года по замене водительского удостоверения. В принципе, для всех, причем для профессиональных, для всех водителей без исключения. Но на что я хочу обратить внимание? Во-первых, мы не знаем, что будет через 3 года в качестве требований по замене водительского удостоверения. Ну, как вариант, я не смущаю краски. Ну, допустим, скажут, да, на профессиональную категорию надо сдавать опять будет теоретический экзамен. Вот в средствах массовой информации нет-нет, проходит такая история. Кто там захочет, глядя на очередную кривую аварийности, улучшить таким образом статистику? Да, да, да. Опять же, ну, мы понимаем, там ажиотажа не будет, у нас было 2 ажиотажных момента по замене водительского. 10-й год, когда был, и потом 10 лет прошло, 20-й год. Мы с этим справились. У нас работает, особенно в Люберинском районе, спасибо администрации МФЦ, очень ритмично, и руководитель МФЦ, очень грамотная женщина, очень хорошо организовала эту работу. Но в то же время мы понимаем, все равно плотность у нас там как минимум удвоится. Да. Это первое. Второе. Сейчас у нас настолько все грамотно, ритмично, хорошо организовано, что все-таки, заполучив эту долгожданную справку, я хочу сказать, что человек будет очень быстро, получать эту госуслугу. Поэтому моя рекомендация, все-таки не спеша, то есть у вас уже нет вот этой вот там, у нас почему-то этот ментальность наша, опять же, с которой сталкиваюсь, раз, ага, на следующий день у нас заканчивается, сегодня надо идти. Не надо. Не надо. То есть вы меняете, при наличии медицинской справки, на 10 лет вам будет выдаваться, потому что эта справка действует год, в течение года. Весь год вы можете приходить с этой справкой, меняю, на фотографии не понравился. Да, да, да. Не спеша, но поспеша, вы советуете. Да, мы плавно, да, мы плавно переходим, то есть вот я сказал, госуслуга, да, то есть на, опять же, госуслуга что позволяет? Позволяет это сделать быстро, комфортно, в удобное для себя время записаться. У нас сейчас окошки для записи, вот прям сегодня садимся, на завтра уже окошко есть. Плюс можно получить талончик на следующие дни. Надо понимать, сейчас вот этот проблем пришел в этот же день, вот для этого, с этим может так не сложиться. Но записаться и получить, опять же, там, если говорить про регистрационные действия, серьезная скидка на 30%, это хорошие деньги. Сейчас любая копейка поможет, да? Для многих, для многих жителей. Что еще, если говорить про оказание госуслуги, повторюсь, может быть, но, опять же, не все знают, потому что, ну, у человека регистрационные действия случаются, как правило, там, раз в три или в шесть лет. Ну да, да, да. У всех по-разному, но в среднем это так происходит. У нас сейчас нету, нет снятия с учета такой функции. То есть человек с договором купли-продажи, пришедший на регистрационные действия, автоматически у предыдущего владельца снимается, на нового ставится. Это первое. Второе. Кто будет заключать договор, должен позабыть, чтобы у него был этот договор, потому что через 10 дней, если он может подать на ту же госуслугу о том, чтобы регистрационное подразделение проверило, и если до сих пор человек не удосужился, не доехал до регистрационного подразделения, чтобы с него эту машину как минимум сняли с учета. То есть это все можно сделать через портал госуслуги дистанционно, не тратя свое время на то, чтобы поехать в отдел государственной инспекции. Там все равно какое-то время там на общение отправил, все, вот хороший скан этого договора, на 11-й день отправляете, ну, можно даже там заранее просто сделать, сделано это будет на 11-й день. И вам эта госуслуга будет оказана. Если человек свыше 10 дней приходит, то это не раздел за управление, не 12-й раздел административного кодекса, это статья 19-я. Там штраф от 1,5 до 3 тысяч. Соответственно, и она не половинница. То есть, напоминаю, что если пришел по 12-му разделу штраф, не связанный с лишением, то, соответственно, в течение 20 дней идет льгота, 50-процентная скидка, и человек, соответственно, там, если 1000 было рублей, то 500 рублей платит. Если 500, то 250, ну, в общем, удобно. Но вообще штрафы платят веселее. Вы знаете, сейчас взыскиваемость – это хороший такой вот очень актуальный вопрос. Он не теряет своей актуальности. Хотя жесткая работа судебных приставов, которые даже за 500 рублей могут наложить арест на имущество, в том числе предприятия, хотя, вот, раскрою, наверное, секрет, он говорит, мы, говорит, стараемся так, в общем-то, не делать, но иногда такая, в общем-то, такая практика – нет-нет, мы возвращаемся к этому. Ну, чтобы немножко встряхнуть общественность. Ну, как-то, да, какие-то, видимо, какие-то тренды там внутренние какие-то проходят. Поэтому люди знают это, значит, на 60-й день сама база автоматически отправляет неоплаченные штрафы по электронным каналам в службу судебных приставов. Есть в Одинцово целый большой отдел, который этим занимается, очень активно накладывает ограничения на… И могут быть проблемы. Да, то есть человек может получить ограничения на все свое движимое и недвижимое имущество. Есть такой речный вопрос, который вот задаешь, на него всегда есть ответ. Что с техосмотром? Может, опять какие-то новости? С техосмотром большие изменения. Особенно для непосвященных и неискушенных людей. Первый – техосмотр отвязали от страхового полиса ОСАГО. Так. Полис обязательного страхования. Раньше это было там, не в обиду будет страховщикам сказано, это раньше была история, когда из левого принтера этот бланк техосмотра выезжал, а из правого бланк ОСАГО выезжал. Да, да. Эта профанация закончилась. Так. Очень жесткие нормативные документы заставили пункт технического осмотра работать так, как они должны работать. Это первое. Это хорошая новость для тех, кто переживает за безопасность дорожного движения. Потому что тот хлам и формализм, который у нас появлялся на дороге, он, конечно, приводил в ужас. Так. Причем сейчас идет и, опять же, москвичи наши, впереди планеты всей, там рассматривается вопрос о наказании за отсутствие технического осмотра. Соответственно, все это в базе, все эти базы есть. В чем жесткость требований? Фотография. То есть реально те требования, которые предъявляются к транспортному средству по допуску его к участию в дорожном движении, пунктами технического осмотра активно отрабатываются. И, даже больше скажу, то есть те штрафные санкции и лишение их лицензии на эту деятельность заставляют их действительно быть в этой части безукоризненными. Ну, то есть речь идет о ТО для людей, которые работают, не для простого вот этого человека. Да, теперь мы подходим к самой теме техосмотра. Техосмотр стал добровольным. То есть вы, вот чтобы продиагностировать свою машину, вы можете воспользоваться этой нормой, получить диагностическую карту и ее иметь. Обязательно, в случае регистрационных действий, связанных с постановской транспортным средством, на машину старше 4-х лет. Таких достаточно много. На, опять же, если в машину вносится какие-то изменения. Ну, это газбаллонное оборудование, там вот такие вот, это самое стандартное, говорю. Кто занимается внесением изменений в конструкцию транспортных средств, понимает, о чем я говорю. И еще один момент. Для коммерческого транспорта там периодичность достаточно жесткая. Там, я говорю про бензовозы, маршрутные транспортные средства, такси. Так вот, там, соответственно, периодичность от полугода до года. Понятно. Ну, посмотрим, как это работает. Может, потом опять будут изменения. Да. Всегда можно спросить. Ну что, Илья Викторович, вопросов много, а время закончилось. Поэтому я хочу, первое, поблагодарить вас, еще раз обратить внимание всех наших телезрителей, что мы вступаем в летнюю пору, да, такую, и для вас, как для работников дорожной, ну, ГИБДД сложную, да, потому что, с одной стороны, людей будет больше на дорогах, и, опять же, немножечко будет такое летнее расслабленное состояние. С другой стороны, конечно, касается и нас, водителей, которые должны еще в два раза, да, ускориться в понимании того, что происходит на дороге. Обратите внимание еще раз на те особые программы, которые сейчас работают. Это, внимание, дети, то есть пристальность инспекторов ГИБДД будет серьезнее, и социальный раунд «Безопасная мобильность». Вот, внимание обратите на все движущиеся вокруг вас. Это особая история. Ну, и, конечно же, то, что вот вы увидели и услышали по замене водительского удостоверения, лучше все-таки это сделать побыстрее, чтобы снять с себя какие-то проблемы. Госуслуги работают, штрафы нужно платить, и видеорегистраторы нужно ставить. Вроде бы я все подрезюмировал. Спасибо большое. Спасибо вам большое, успехов вам, вашим коллегам, хорошего нам всем лета, чтобы осень у нас были отличные результаты. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин